Органическое сельское хозяйство Органическое сельское хозяйство постулирует принципы Здоровье, экология, справедливость и забота Но если вы спросите у людей, почему они покупают органические продукты Самым сильным побудительным мотивом было здоровье Их собственное и их детей Люди могут тратить больше денег на органические продукты Скорее из эгоистичных соображений, чем по альтруистичным мотивам Хотя в продуктах, выращенных органическим методом Может и не быть большей концентрации питательных веществ на единственной стоимости Их потребление способно снизить воздействие накапливающихся пестицидов И резистентных к антибиотикам бактерий В отношении безопасности пищевых продуктов Различий в рисках отравиться пищей из-за ее загрязнения бактериями Ученые не обнаружили Продукты животного происхождения выращены как органическим, так и обыкновенным способом Были, например, бактериально загрязнены сальмонеллой, кабелобактером Было установлено, что большинство проб курятины Было в любом случае заражено кампилобактер Около трети сальмонеллой Но риск контакта с бактериями с множественной лекарственной устойчивостью Устойчивых к нескольким классам антибиотиков Был ниже для органического мяса Так что и органические, и обычные животные продукты Могут нести одинаковую угрозу и вызвать у человека заболевания Но пищевое отравление органическим мясом врачам вылечить проще Как насчет пестицидов? Имеется множество фактических данных о связи между воздействием пестицидов И повышенной частотой хронических заболеваний Таких как различные виды рака, диабет, нейродегенеративные заболевания Вроде болезни Паркинсона, Альцгеймера, бокового амитрофического склероза А также врожденных пороков развития и нарушения репродуктивной функции Но речь идет о людях, которые работают и живут в постоянном контакте с пестицидами Возьмем, к примеру, долину Саленас Один из наиболее продуктивных сельскохозяйственных районов Калифорнии Где распыляется 250 тонн пестицидов Смелое решение забеременеть для работников сельского хозяйства Как здесь может негативно сказаться на развитии мозга у детей Так что беременные женщины с самым высоким уровнем пестицидов в моче Рождают детей со средним дефицитом IQ порядка 7 баллов 26 из 27 исследований показало негативное воздействие пестицидов на развитие мозга у детей Включая такие последствия, как проблемы с вниманием, кратковременной памятью и нарушение развития Если вы сравните детей, рожденных с более высоким уровнем инсектицидов в их пуповинной крови Те, кто подвергался наибольшему их воздействию, рождаются с аномалиями мозга И это были городские дети Так что, похоже, это связано с бытовым использованием пестицидов Пестициды в жилых помещениях Например, применение инсектицидов против насекомых в вашем доме Это может быть фактором риска развития рака Такого как лейкемия у детей Поэтому необходима повышенная осведомленность населения Профессионально подверженного воздействию пестицидов Об их потенциально негативном воздействии на их детей Хотя не думаю, что у большинства работников сельского хозяйства есть выбор Беременные работники колхозов и ферм имеют удвоенные шансы На то, что их ребенок заболеет лейкемией И повышенный риск развития опухоли головного мозга Так что выращиваемые традиционным, современным способом продукты питания Могут быть вредны для собирающих и беременных женщин Но как насчет нашей собственной семьи, когда мы их едим? Прежде всего, то, что пестициды распыляют на наши продукты в поле Вовсе не означает, что они попадут в наш организм, когда мы их съедаем И мы не были уверены в этом до тех пор, пока в 2006 году не было опубликовано вот это исследование Ученые измерили уровни двух пестицидов, проходящих через организмы детей Измеряя уровень конкретных продуктов распада пестицидов в их моче Здесь приведены уровни пестицидов, проходивших через тела трех 11-летних детей В течение нескольких дней на обычном рационе Затем они на пять дней перешли на органическую диету И затем снова вернулись к обычной Явно, что употребление в пище органической пищи незамедлительно оказывает значимый эффект защиты от пестицидов Которые традиционно применяются для выращивания продуктов в сельском хозяйстве Затем исследование было расширено Вы можете угадать, когда дети питались органическими продуктами? Вам даже не понадобятся подписи на графике, чтобы ответить на этот вопрос А как насчет взрослых? Мы не знали до сих пор Рацион 13 мужчин и женщин в течение 7 дней состоял как минимум на 80% Либо из органических продуктов, либо из обычных А затем менялся на противоположные Совсем не удивительно, что в течение почти всей недели на органической пище Уровень пестицидов снижался И не просто значительно, почти на целых 90% Итак, можно сделать вывод, что употребление в пищу органических продуктов Обеспечивает защиту от пестицидов Но означает ли это защиту от заболеваний? Мы не знаем точно Исследований еще не провели Между тем, однако, употребление в пищу продуктов, выращенных органическим способом Будет означать очень логичную предосторожность и предусмотрительность Господь желает, чтобы его народ переезжал в сельскую местность, где они смогут селиться на земле И выращивать свои собственные фрукты и овощи Субтитры создавал DimaTorzok